Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы рассмотрим вопрос удобрения газонов. Существует много методик и способов работы по удобрению газонных трав. Продукция, которую мы показываем не является рекламной, то что в пределах доступа находится и может использовать из вас любой в ближайшем магазине приобрести. Но есть основные правила. Минеральные удобрения, которые представлены, допустим, у нас мочевина, суперфосфат, полные удобрения, всем известно нитрофоска, амафоска. Вот эти удобрения используются как основной блок питания. И вносятся они, я рекомендую вносить, когда вы покупаете почвогрунт. В большинстве случаев по нашим проверкам показалось, что поставляемые почвогрунты они пустые, пустоваты. И заявленные там соотношение питательных элементов немножко не так. Чтобы избежать этого, мы рекомендуем производить подкорку вот такими удобрениями, минеральными, сложными, в момент закладки газона. Если мы работаем на производстве, газон на производстве, то рекомендуется где-то весной внести 60 грамм нитрофоски. Она хватит вам на весь период. Теперь, в зависимости от использования газона, кто-то может из вас часто скашивать, чтобы вид газона был постоянно свежий. Это приведет к тому, что растения теряют свои питательные вещества с уходящей массой, очень много уходит, надо как-то компенсировать. Если будет слабый уровень удобрения, разовьется слабая корневая система, она будет очень сильно зависеть от человека и любая ошибка какой-то стресс-фактор или еще что-то, газон начнет выпадать. Чтобы этого избежать, вносится основные удобрения и мы рекомендуем использовать в процессе уже роста и развития. Вы можете наблюдать, если что-то вам газончик стал немножко чувствовать себя хуже, появляются какие-то элементы голодания, можно использовать водорастворимые удобрения. Вот их сейчас в продаже. Вот, допустим, вот это удобрение стоит 12 рублей. Универсальное, для цветов, водорастворимое. Главное, что позиция водорастворимая при использовании хелаты хорошо и быстро достигнут растения. Вот эти удобрения, которые сложные, они будут развиваться и будут доступны для растений в течение месяца, полутора месяцев. Вот эти виды удобрений уже через неделю будут доступны растениям и использовать. Вот очень неплохое удобрение акварин. Вот смотрите, даже смешно земляничное, но нас интересует не то, что написал производитель, а содержание питательных элементов, которые здесь. Я хочу сказать, даже земляничное удобрение прекрасно подойдет для подкормки злаковых трав. Вот сейчас очень много представленных органоминеральных удобрений. Вот представлена, допустим, крепыш. Преимущество таких удобрений, что есть гуминовые кислоты, а они как раз необходимы для поддержки корневой системы. Рекомендую использовать усилители до роста развития. Вот 6 рублей стоит корневин, усиливает развитие корневой системы. Но сразу хочу сказать, если вы начинаете использовать стимуляторы, при использовании стимуляторов растения начинают очень сильно и быстро использовать накопленный потенциал питательных элементов. Травы отрастают, вы скашиваете и они уходят. Это приведет к обеднению почвенного горизонта. Для тех, кому нравится быстрый рост за счет стимуляторов, кто будет использовать стимуляторы, железное правило. Сначала используйте удобрения хилатные. Через неделю, пожалуйста, используйте стимуляторы. Вот тогда корневая система трав не пострадает и газон будет радовать вас своим видом. По вопросу голодания может наблюдаться виды голодания по отдельным элементам. Может быть, голодание по железу, голодание по марганцу. Сейчас в интернете очень много материала по видам голодания. Определяете, какого элемента не хватает и спокойно вносите и применяете. Или покупаете удобрения, которые уже в содержании. Просмотрите, содержит этот элемент, его компенсируете и растение в течение недели восстановится. Благодарю за внимание.